здравствуйте друзья наверное многие из вас сталкивались такой проблемой когда вы устанавливаете какую-то интересную новую игрушку пытаетесь ее запустить и у вас возникает вот такое вот окно с ошибкой что делать почему так получается ну на самом деле виной всему библиотека директ x которая не установлена на вашем компьютере а более подробно об этой ошибке вы можете почитать в статье на нашем сайте ссылку на эту статью я обязательно укажу в комментариях здесь довольно полная интересная информация по этой ошибке а также пути ее решения и так давайте приступим и попробуем решить эту проблему на моем компьютере так во первых как я уже говорил нам нужно скачать a direct x и установить его соответственно нажимаем на ссылочку и нас перекидывает на официальный сайт microsoft то есть здесь как вы понимаете никаких вирусов быть не может а вот нам уже предлагают скачать и сохранить файл так нажимаем сохранить все файл скачан так запускаем его так жмем галочку я принимаю условия данного соглашения далее так панель bing мне не нужна далее еще немножко подождать нам нужно и в принципе уже можно устанавливать так отлично установка компонентов далее так началась загрузка отлично все готово нажимаем кнопочку готово так давайте попробуем запустить нашу игру нажимаем играть ну как видите уже окно не вылазит значит скорее всего уже все хорошо но сейчас немножко подождем пока игра уже запустится и станет ясно что все нормально и все у нас работает так ну вот как вы можете видеть то есть здесь уже я могу зайти и начать играть в принципе все мне уже больше ничего не нужно здесь сделать так я закрою игру если все таки после всех вот этих установок у вас почему-то игра не запускается и ошибка осталась а вы можете вручную установить вот этот файл который отсутствует для этого нажимаем вот на вторую ссылочку у нас будет скачиваться архив так я его сразу открою куда-нибудь распакую вот сюда отлично так теперь что нам нужно нам нужно посмотреть нашу систему скольки битная у нас операционная система а у меня 64-разрядная операционная система отлично значит я захожу на локальный диск c то есть а там где установлена моя версия windows а дальше саму папку windows и поскольку у меня 64 битная то мне нужна папка сис вов 64 а вот сюда я давайте control c control v так заменяю ну почему заменяю потому что я то есть перед этим уже устанавливал directx поэтому мне нужно заменять нажимаю продолжить а если у вас не установлен directx соответственно вам заменять будет нечего так все сюда мы установили если у вас 32-разрядная система то вам нужно устанавливать не в эту папку ну просто этой папки у вас не будет а в папку system 32 в принципе я могу сюда же кинуть этот файл то есть ничего плохого не произойдет так нажимаю продолжить отлично все файл скопировался так я его могу уже удалять так далее после вот этих всех копирований нужно сделать еще один шаг так я захожу в поиск и пишу команду выполнить вот нам нужно ввести вот такую вот фразу в команду выполнить в принципе она может быть короче то есть здесь статье указано что именно нужно вставлять вот более короткий вариант выглядит так но на самом деле лучше когда у вас а вот в этой команде присутствует полная полный путь к файлу то есть c windows асис вов 64 и название самого файла нажимаем ok ну и все в принципе все готово давайте еще раз проверим что у нас все работает после всех этих манипуляций которые я сделал так нажимаем играть ну уже все хорошо вот так вот легко и просто можно решить проблему с отсутствующими файлами если тебе понравилось это видео обязательно ставь лайк и у тебя никогда больше не будет проблем с библиотеками директ x а на этом у меня все с вами был канал шара games обязательно подписывайся на наш канал и смотри новые видосы до новых встреч пока